В общем, я сейчас вам покажу покупки, которые я сделала на выставке. Покупок немного, но пробников просто куча. Так, начнем, значит, вот такие брошюрки я там не дал, все про план. Вот их у меня есть разных. В общем, я их потом почитаю. Еще я купила вот такие вот лакомства. Вот целый мешок. Хорошо видно, да? Легкое говяжье. В общем, вот. Это здесь 700 грамм. 700 грамм, значит, легкое говяжье. И купила тоже 700 грамм рубца. Вот. Может, кому-нибудь подарю, угощу кого-нибудь. Ну, и Ляля у меня тоже это поест. Как же. О, Лялька! Покажи ее. Лялька смотрит. Ты что, моя хорошая? Сейчас я буду вам показывать целый мешок пробников про план. Это для щеков, наверное, крупных пород с курицей. Ну, это с мелкие породы, тоже с курицей. Это я все анкетки заполняла. Ходила там, круги наматывала. Медиумы дал с курицей. Что-то они мне одной курицы надавали. А, в про плане еще розыгрыш был. В общем, вот такой вот адресник. Вроде как, что ли это называется? Да, Жень, как это? Ну, на руках и номер придумали. А, так это на выставку? Ну, вот так вот получается и тут номер. Ну, в общем, ладно, не знаю, пусть лежит, что-нибудь придумаем. А, еще про план. Еще, в общем, для щенков и для взрослых собак мелких пород. Формина. Тоже для мелких пород. Только я не пойму тут с чем. Яблоко с каким-то мясом. Еще один пакет. Еще один пакет. Пэдигри. Я подошла заполнить анкетку. Я сказала, что у меня щенок. В общем, вот такую вот коробочку дали. Сейчас посмотрим, что так получается. Ну, упаковано-то так мячок, хорошо. Да, вот такие паучи для щенков. О, с ягненком новый, что ли, какой. Ну, я, в общем, такие не видела. И вот такой чикен с курицей. Что-то даже тут. Ну-ка я посмотрю. Лакомство для щенков всех пород пэдигри. Ароматные кусочки с курицей. А ну и что, попробуем. Мы лакомство любим. Коробочка, да, красивая. В общем, тут столько у нас всего. Так, сейчас, секундочку, я достаю. От пэдигри вот такие дэнтостиксы. Две штучки. А, лялечка ты моя хорошая пришла. Так, еще формина. С каким-то все-таки мясом. Ну-ка попробую, прочитаю. А, вот, тут свинина. Вот свинья нарисована, тыква. Ну, еще и, видимо, яблоко. На упаковке-то нарисовано яблоко. Значит, яблоко, тыква и свинина. Ну, попробуем. Этот корм я давно хотела попробовать. Так, в очередной раз. Пропланы. Так. Еще один проплан. Так, это какая-то визитка. Тоже брошюрка. Еще одна брошюрка. А, вот такой вот пэдигри. Ух ты, какой красивый. Я его даже не рассмотрела. Блокнотик. Ну, что, тоже пригодится. А, и, в общем, вот, что я купила. Мильби Макс. Это, ну, для мелких пород, в общем, до 4 килограмм. У меня ляля 3,300. Она мне, кстати, немножко даже похудела. В общем, будем ее глистогонить. Там две таблетки. Одну глистогонить. Одну даешь. Через 2 недели даешь вторую. Сроки нормальные. Ага. Так. И вот такие вот купила. Артрогликан. Это хондропротекторы. Мы уже такие пили. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. Ну, там суставы. Это у ляля что-то суставы. Немножечко это. В общем, похрамывает она. Ну, мы уже такие пропивали. Ничего очень хорошо помогло. Причем, так, Мильби Макс стоил 444 рубля. Это я покупала в фойе на первом этаже. А когда на второй этаж поднялась, спросила, они у них стоили 600 с чем-то рублей. Вот. И артрогликан тоже. В общем, я бы где-то отдала тысячу с чем-то за вот эти вот два препарата. Вот за эти два. Если бы купила на втором этаже у других продавцов. А вот за эти два препарата на первом этаже я отдала, в общем, 800 рублей. Мне 200 рублей с 1000 издали. Ну и все. Мои приобретения и покупочки закончились. Ляля довольна. Сейчас будет. Будем лакомство кушать. Вкусно, да? Вот эти мы, наверное, кому-нибудь подготавливаемся. Потому что Ляля как бы их не очень ест. А другие, кто любит, приятно будет. И тут такая большая палочка. Сейчас я ей легкое дам. Я нахожу. Продолжение следует... Продолжение следует...